Добрый день! Это у нас второй семестр по предмету алгоритмизации и программирования. В прошлом семестре мы занимались сплошной алгоритмизацией. Мы так увлеклись, что изучили все структуры данных и алгоритмы, которые я знал. На самом деле нет, ну ладно, шутка такая. Мы писали с вами программы, маленькие, изолированные, ровно для того, чтобы понять какие-нибудь алгоритмы. Идея была в следующем. Нужно было, чтобы у вас появились какие-то компетенции, что вы можете выбрать базовые вот эти алгоритмы, которые встречаются везде, во всех языках программирования из коробки, стандартной библиотеки. Чтобы вы понимали, почему нужно использовать те или иные там структуры данных встроенные. Мы как-то с вами это плюс-минус споннили в прошлом семестре. Еще мы разобрали немножко алгоритмов, которые нет в стандартных библиотеках, но их можно всегда подключить какими-то другими расширениями. Там всякие деревья веселые изучали, там динамическое программирование какое-нибудь и так далее. И тут возник вопрос, а что же делать во втором семестре? Можно было пойти путем, раз, это взять кнута, книжку, либо корма на дальше читать, или взять типичный учебник для олимпиадного программирования. Там тем по алгоритмизации программирования просто абсурдно много еще всего мы не прошли. Да, но мы что-то посовещались, подумали и решили, что нужно пойти немножко по-другому. Ну, так, типа шиворот на выворот. Не просто говорить, вот мы изучаем алгоритм, потому что ГГС, смотрите, он прикольный. А попробуем сделать так, это лютый эксперимент. У нас на практиках будет типа 4 или 5, ну, скорее всего, 5 каких-то таких проблем, которые мы будем пытаться решить. Для того, чтобы эти проблемы, которые появляются в бизнес-области решить, нам нужно будет там написать какой-то код. Часть из него будет очень простенький, часть из него будет лют-хардкорный. Вот. Потому что мы будем выбирать. Мы добиваемся чего, чтобы быстрее что-то сделать, и оно работает уже, или бы сесть и заоптимизировать, чтобы оно работало эффективно. Вот. Итак, какие темы хотелось, в принципе, вам рассказать в целом? Это, сейчас, какая штука, по графам что-нибудь рассказать. Хотя у вас есть дискретная математика, где вы будете проходить все алгоритмы. Поэтому я подумаю, нет смысла слишком много их там проходить, вам их все докажут. Здесь мы возьмем какую-нибудь конкретную задачу. Допустим, там, поиск кластеров, графий, либо там, путей каких-нибудь, или еще штук. Но в рамках какой задачи? Вот типичная задача может быть такой. У нас сетевая игра. Вот. От каждого игрока до каждого игрока есть там какой-нибудь пинг. Мы как-то его вычислили, и можно его вычислить. Вот. Игроки нажимают, хочу сыграть, и нужно найти людей, у которых пинг друг до друга будет там минимальным, допустим. Вот. Это значит, мы там в графе что-то находим, какой-то кластер. Раз, идея. Вот. Но это будет там к концу такая задачка. Первая задачка, с которой мы начнем, это будет следующая. Мы, типа, разрабатываем с вами 2D-игру, но какую-то очень большую, где очень много объектов находится. Ну, там, а-ля Vampire Survival и что-то подобное, или Bullet Hell. Вот. Там много объектов, они друг с дружкой должны сталкиваться, пересекаться, разрешаться коллизии должны, и много других вещей происходить там. Вот. Надо это как-то закодить все. То есть, это тема из области геометрии какой-то и там пространства. Вот. Там у нас будет несколько этапов. Я сейчас покажу, наверное, на сайте. Вот. Посмотрим дальше. Вторая тема это будет, мы пишем с вами Google Photos, либо поиск. Google по картинкам, либо там Яндекс, неважно, просто поиск. У нас будет какая-то нейросеть, которую я дам, которая имеет картинки превращать некоторые вектора. Там 512-мерные, допустим. И у нас будет 10 тысяч или 20 тысяч картинок, которые так превратились в вектора. И мы будем знать с вами, как бы теория из машинного обучения нам скажет, что вот вектора похожих картинок в плане контекста, они похожи, как вектора в пространстве. Что значит похожесть векторов? Мы с вами разберем, там много разных метрик существует. Но остается проблема. Нам нужно сравнить вот вектор, который к нам приходит, который описывает текст, с векторами, которые описывают картинки. Вот. Их нужно все перебрать. Перебирать 20 тысяч объектов и сравнить вектора. Это вроде бы от N, ну а что, быстрее, что ли, можно? Как это сделать? Если от N, тогда наш сервис будет отвечать очень долго. Мы тогда на телефоне, когда открываем там фото и пишем запрос, там кошка, мы будем ждать 30 секунд, прежде чем получим результат какой-то. А мы его получаем мгновенно. Как же это сделали? О, господи. Мы с вами изучим несколько алгоритмов, которые умеют делать быстрый поиск похожих векторов в N-мерном пространстве. Там будет несколько подходов. Вот. Алгоритмы приближенные, есть просто, которые разбивают пространство корректно, как деревья на области. Вот. Мы чем-то таким будем заниматься, в принципе. И еще у нас будет тема с интерпретаторами, где мы с вами напишем какой-то тип интерпретатора, чтобы у нас получился калькулятор. Вот. Со скобками, с ассоциативными всякими штуками. И шаблонизатор, может быть, у нас получится. Где мы пишем там if-чики, for-чики, и у нас генерируется текст по нему. Как это принято, допустим, в вебе для генерации HTML. Вот. Такие всякие штуки у нас будут. Ну, а начнем мы сегодня с того, что для того, чтобы нам написать какие-то коллизии, что-то это смотреть, визуализировать, сделать какую-то мини-игрушку, где мы будем проверять, как работает наша физика. Нам же понадобится как-то рисовать экран, как-то это все показывать, визуализировать. И тут я подумал, а классно бы попробовать с вами быстро изучить другой язык программирования, луа, и фреймворк лав 2д для написания игр. Вот. Язык, слава богу, простой, и поэтому мы с вами быстро в нем разберемся. То есть это не как C++, который надо учить было там год. Тут все будет легко. Вот. И на сегодняшнем занятии, почему я ноутбук подключил, я просто покажу этот движок лав 2д, язык программирования луа мы глянем, заставим там каким-нибудь объектом перемещаться туда-сюда, вот, чтобы на следующей практике уже, который будет, ну, нормальная практика, было вот описание, хотим сделать коллизии, еще завизуализировать их. И вы могли это сделать. Вот. Таков план. Окей. Так. Итак, что нам понадобится? Фреймворк лав 2д, слава богу, есть сайт и все остальное. Мы в кабинетах уже проверили, там все запускается, все хорошо. Если вы дома хотите запустить, то заходите на официальный сайт и качаете вот zip-архив с лав 2д, либо установочник, но установочник не так удобно. Он куда-нибудь вам поставится, непонятно куда, и будет тяжело. Вам нужно будет скачать zip-архив, он будет весить 5 мегабайт. Вот. Вы его распакуете, и в нем будут… Давайте я скачаю для винды, чтобы вы поняли. Вот. Там будут несколько файлов. Угу. Давай. Опа. Классно. Угу. 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 Ну, в коде, когда я открою, там будет покрупнее. Все видно. На стриме запишется. Там будет файл лав.exe и лав.c.exe. Вот. С помощью них можно будет запустить вашу игру. Ну, я покажу сейчас, как это запустится у меня на макбуке. Вот. Программировать я предлагаю в Visual Studio Code. Вот. Если что, не путайте с Visual Studio и обычной, это Visual Studio Code именно. У нее отдельный сайт, вот, который выглядит вот таким вот образом. Вот. Если вы не знакомы и, допустим, не использовали ее. Это легковесный, более-менее легковесный редактор, в котором очень много плагинов. Я ее использую на работе для того, чтобы писать код там на JavaScript, Python, иногда C++, вот, на C Sharp для Unity. Вот. Ну, типа, классно. Вот. Можете скачать и поставить в себя. Да. Я уже скачал и у меня есть штука эта. Я запущу. Так, давай. Хупа. Видно. Хорошо. Как-то. Так как мы будем работать, как сказать, вы работаете с проектами, игра это проект, по сути дела. Даже если у вас один файл, вот, то вам нужно всегда открывать как проект какой-то. Вы не можете работать просто с одним файлом и такие, ге-ге-ге, я тут развлекаюсь. Поэтому в VS Code мы будем всегда открывать какую-то папку. Вот тут есть как раз, когда вы запускаете приложение Open Folder. Вот. И вам предлагают что-то открыть. Ну, давайте сделаем сейчас какую-нибудь папку, которая называется Game Example. Вот. И открою ее. Так. Сейчас мы сделаем так, чтобы, может, было, выглядело лучше. Так, темная тема хуже. Так, темная тема вообще. До свидания. Так, классно. Супер. Вот. Все программы на Love2D выглядят вот таким образом. Сейчас мы посмотрим на официальном сайте. Вот. Типа у нас есть какая-то функция LoveDraw, которую кто-то за нас вызывает. Именно поэтому Love2D это фреймворк, а не библиотека. В библиотеках вы бы взяли бы, как в C++, main есть. Вот такие. Создать экземпляр там библиотеки. Настроить ее. А теперь while true и вызываем библиотеку, чтобы она что-то рисовала. Love2D это типа фреймворк. И это он вас вызывает, а не вы его вызываете в общем смысле. Поэтому в файлике у нас будет всегда такая публично объявленная функция, которая называется LoveDraw. Либо update есть, есть еще функция load и много других. Они описаны в документации, но нам они не интересны. Нам важны только вот, наверное, три функции, которые мы сейчас рассмотрим. Вот. Выглядит вот таким вот образом. Здесь мы рисуем на экране hello world в каких-то координатах. Вот. Функция drop будет вызываться раз в сколько получается, чтобы было 60 фпсов, ну либо 30 фпсов, в зависимости от того, сколько вы настроили. Вот. Есть еще функции load, но мы их дальше рассмотрим. Тут даже музыку можно будет играть. Разберетесь. Есть официальная вики. Вот. Она там выше была, ссылка на нее. Вики. И там вообще вся документация есть. Конечно, тут можно немножко потеряться, так как здесь слишком много всего, так как это очень большой фреймвок, хотя и 5 мегабайт всего лишь весит. Но всегда можно делать какой-нибудь тут поиск. Допустим, я такой думаю, хочу нарисовать прямоугольник. Как нарисовать прямоугольник? Прямоугольник на английском это rectangle. Пишешь rect. Ректангл бдыщ. Вот. И вам в поиске говорят, что-то есть с полигонами. Вот, есть rectangle. Открываете, и здесь будет вам документация. Скажут, вот такая функция, такие у нее аргументы. Жаль, только не показывают, что получится. В этом плане немножко грустно, конечно. Но есть зато примеры, как можно нарисовать что-нибудь. Давайте попробуем вывести Hello World с главной страницы Love2D. Вот, чтобы оно запустилось. Потому что запуск тут может оказаться не совсем тривиальным. Окей. Значит, вот у нас открыт проект, папка в VueCode. Создаем файлик. Вот. Файл обязан называться main.lua, точно так же, как у вас в, типа, C++, точка входа вашего приложения, это int main какой-то. Вот здесь нет функции main, здесь есть main файл, который загрузит framework.love2D и начнет его выполнять. Вот. При выполнении там обнаружатся некоторые функции. Давайте попробуем чем-нибудь сделать. Так. Я не могу сделать более уютно. Давайте вот так сделаем. Все, хорошо. Поехали кататься. Так. Нам говорят, нужно написать вот это. Окей. Ctrl-C, Ctrl-V. Поправим отступы, а то некрасиво. Ой, у меня стоит расширение для лоа, которое сейчас я покажу, как поставить. И оно мне говорит, я тут смотрю, ты используешь лоа 2D, вот в правом нижнем углу, я, типа, да, говорят, применить настройки для лоа 2D, чтобы был автокомплит и там подсказки какие-то. Я говорю, да, и окей. И после этого создается файл папковый сукод, в ней есть settings.json, и там вот слева некоторые настройки появились. Нам говорят, что у нас есть какая-то библиотека лоа 2D. Для того, чтобы это заработало, вам не нужно ставить ло 2D на комп, это, типа, дело высоко, да, это он сам там как-то разруливает, откуда-то скачивает. Если что, библиотека, расширение называется таким образом. Так, сейчас. Вы заходите в секцию extension, это вот здесь вот слева кубик такой приходящий, вот, и пишите поиск расширений. Пишите лоа, ждете некоторое время и видите, здесь расширение. Нам нужно вот это самое супер-мега популярное, не знаю какое. Тут написано автор сумнека. Вот вы его откроете, и у него там будет 600, почти 700 тысяч установок. Вот вы его, если поставите, тогда у вас будет подсказка для лоа и подсказки для лав 2D. Так, классно. Круто. Так, ну мы, типа, код скопировали, вставили. А как запустить все это? Мой подход заключается в следующем. Вы с коди запускаете терминал. Вот есть вот тут наверху, в Индии тоже где-то будет наверху в глобальном меню новый терминал. Он внизу должен появиться. У меня, так как macOS, поэтому у меня терминал unix-овый, типа bash, либо zsh, у меня fish стоит. Но не суть. У вас откроется powershell, либо обычный cmd какой-то. Нам нужно сделать следующее. Вот как в C++ мы делали с программами. Мы писали там c-lang++ и потом писали файл, который нужно скомпилировать. Вот, потому что мы намекали на то, что вот есть программа c-lang++ компилятор, она скомпилирует вот этот файл. Вот здесь будет то же самое, только у нас нужно написать здесь лав 2D. main.lav2d точка, намекая на то, что мы сейчас попросим лав 2D запустить нашу текущую директорию. Точка — это текущая директория. Только проблема в том, что лав 2D, скорее всего, у вас не зарезервирована, и лав 2D скажут вам, что за команда лав 2D, вы кто такие. Вот для этого вам нужно будет найти путь до лав 2D. Если вы скачали у себя красиво вот так вот zip-архивчик, распаковали его, то вы сможете сделать следующее. Взять нужный экзешник, вот который там взять, вот так вот перетянуть в терминал, отпустить, и у вас там подставится путь до этого, до лав 2D. Потом вы добавите пробел, enter. Так, высоко, не надо подсказывать. Но у меня ничего не заработает, так как это виндовый установочник, а у меня макось. Я заранее поставил тоже у себя лав 2D, просто в макосе оно лежит в другом месте немножко. Вот оно вот тут. Если я запущу, то увижу Hello World, лав 2D-шный, просто title screen какой-то. Вот сюда я не могу ничего, типа, закинуть. Тут нету кнопочки «Открыть проект» и все остальное. Для этого мне сейчас придется сделать финты ушами, открыть все приложения макосе, найти там лав-эп, перетянуть его сюда. А потом, так как в макосе все программы это являются zip-архивами, либо просто папками, то мне нужно будет раскрыть этот внутренний путь. «Контент», «Ресурсы», так, не ресурсы, макосе, вот лав, отлично, все. У меня будет выглядеть так. Те, у кого макосе, будет то же самое. Нажмаю Enter, вуаля, я вижу в серединке надпись «Hello World». Те, которые смотрят на VGA проекторе, конечно же, не видят, что там написано «Hello World», но тут все видно. Окей, так, классно, что у нас тут? Это есть, это есть. Я тут сказал, что у нас фреймворк Love 2D, мы будем в нем писать игры, а язык программирования мы будем использовать луа. Но тут проблемка, типа, что за язык программирования? Что это такое? Мы его не изучали совсем никогда. Не будет ли это слишком сложно? Вот, для этого я вам сделал на сайте нашего курса всякие вспомогательные штуки, чшиты, для того, чтобы вы быстро что-то нашли. Ну, вы можете, конечно, это все загуглить. Давайте покажу, что я добавил на сайт, и, типа, разберемся так. А, это будет всегда плохо работать с музом. Так, вот задание второго семестра. У нас первая часть — это RPG с открытым миром. Вот, мы реализуем с вами From Scratch, то есть с нуля полностью какой-то движок. Ну, не движок, а какую-то игру. Вот. Ну, внизу тут просто описание. Дальше тут появятся конкретные задания, которые мы хотим сделать, пока мы разберемся с языком. Вот внизу я добавил вам надпись, что пишем на Love 2D языке луа. Если вы откроете вот эту ссылочку, там будут ссылки на всякие материалы по Love 2D и на какой-нибудь простой туториал. Вот это на сайте Shipolution, очень классный микроучебник про Love 2D и луа вместе. Если вам захочется, вы можете его пролистать очень быстро. Вот. Так, дальше. А вот если нажать на луа, то тогда тут я вставил как раз-таки самые базовые важные штуки, чтобы знать про луа. Этот файл появился, когда я был в выездном школьном лагере нау поиск. Мы со школьниками изучали Love 2D и луа. Вот. Они это изучили сзади, не все нормально. Дальше писали. Так что вы тем более изучите. Так. Что у нас есть в языке? Что надо знать про какие-нибудь языки? Во-первых, луа это скриптовый язык с динамической типизацией. Поэтому там будет все немножко как бы проще на этапе написания кода. Никаких типов нам не нужно будет писать слева и все остальное. Просто пишите a равно 10 и вуаля у вас появилась какая-то переменная, в которой лежит 10. Что бы это ни было. Так. Можно создавать локальные переменные и глобальные переменные. И так же, как в плюсах, мы могли в общей секции, там в хедре, либо просто где-нибудь в cpp файле написать int a равно 10 и все. Это глобальная переменная типа. А если мы внутри функции пишем int a равно 10, то это локальная переменная. К сожалению, в луа это немножко по-другому. Поэтому если мы здесь находимся в функции draw и напишем a равно… Ну давайте сейчас сделаем так вот. Садим другую функцию, которая называется love.load. Load, кажется, да. Она запускается один раз за все время вашей игры для того, чтобы вы здесь загрузили ресурсы какие-нибудь. Вот. Мы можем напечатать что-нибудь в консоль, типа hello. Давайте проверим, что оно напечатается. Так. Терминал. Привет. Zoom, zoom. Zoom, конечно, тут беспощадный. Так. Вот. Hello внизу там вывелся. Видно. Теперь, если мы вот здесь вот с вами напишем a равно 42, то внезапно эта буква a будет доступна и здесь. И мы сможем, допустим, расположить текст по координате x равной a, а там лежит 42. Проверяем, что у нас все съехало. Да, вот hello world съехал. Он вот здесь находится. Если мы хотим сделать так, чтобы переменная была локальной, то есть ее никто не видел вне нашего скоупа, вне нашей функции, либо там еще чего-то, то надо написать local. Вот. Если я напишу вот так вот local, то все. А локально для этой функции, вне этой функции ее не видно, как мы и ожидали. Если я запущу, то я... Что я получу? Ага. То я не получу ошибок никаких. Потому что почему? Потому что когда интерпретируется лоа, вот, он такой смотрит o, a. А чему равно? Ну, а переменная не объявлена, и она не определена. То есть в нее ничего не положили. Значит, там лежит nil, ну, или nul. А nil, какое число? Это ноль. И поэтому, ну, оно просто что угодно там вывело по координате ноль. Вот. Там не лежит какой-то мусор, в отличие от C++, когда у нас, если переменную мы объявили, но не цилизировали, там лежит непонятно что. Обычно то, что было раньше на стеке, там, после переразметки, либо еще что-то. Здесь лежит nil, если мы переменную используем, которую еще не объявили. Вот. Либо nul, либо еще что-то подобное. Ну, вот. Можно допустить много смешных багов, но я думаю, мы с вами справимся. Идем дальше. Для того, чтобы нам писать программу, нам нужно как минимум if-ы какие-то делать. Иначе что мы, что мы шейдеры пишем, что ли, что if-ы нельзя делать. Конечно, можно if-ы использовать. Выглядят они вот таким образом. Пишется if, потом какое-то условие, потом ключевое слово then. Если хотите else и end. Что-то необычно. Тут нету фигурных скобочек. Вот. Вместо них используются вот эти end-ы. Так же, как вы видели, там function и end. То есть не было круглых скобок, закрывающихся, открывающихся. Вот. Поэтому вот так выглядит. Там внизу будет пример с if-ом. Но в целом будет написано if, там, а равно-равно 42. Тогда пишем что-то такое. Или else. Вот все. Как-то так и будет. Если нам нужно перебрать много условий, типа switch написать или а-ля switch что-то, то есть специальный if, который называется else if. И вот он просто сверху проходит, их все мэтчит и, ну, доходит до конца. А. Знаете, в чем разница между if, типа, end и новый if написать внизу? Между else if. Покажу. Да, вот если я сделаю if, а, там, процент 2 равно-равно 0, ну, типа, там, модуль, правда. End. А потом напишу if, а, процент, там, 3 равно-равно 0, then. И тут написать end. Так. Можно, пожалуйста, хоть что-то мне напечатать? Вот в чем разница вот между этим и если написать l the if? Вот фишка в том, что вот эта конструкция, она исполняется сверху вниз. О, а делится на два. Нацело. Отлично, мы принтуем что-нибудь. И все, идем дальше. Встречаем еще один if, и он тоже выполняется. Придет сюда шестерка, и он выполнит и этот print, и этот print. Вот. А если мы напишем вот так вот, l the if, тогда он этот if проверил. Если он выполнился, то дальше ни один из if внизу выполняться не будет. Вот. Потому что нет смысла его выполнить. Вот в чем разница. Ну, это такой понятный нюанс, который сразу же ощущается, когда вы пишете код. Так. Ну, дальше. Чтобы нам в if писать какие-то условия, нам нужны какие-нибудь операторы сравнения или еще что-то подобное. Они, конечно же, есть. Ой, тут лигатуры включились. Ой, подождите. Как, как, что делать? У меня саблами есть? Вот саблами есть. Отлично. А, в нем. Ну, понятно, равно-равно. Это вот так равно-равно пишем. Больше либо равно вот так вот пишем. Все. Меньше либо равно. Вот. Это все как обычно. Догадайтесь в трех раз, как пишется не равно. Воспитательный знак равно в луа не используется. У них вместо этого вот так пишется. Это немного странно, потому что во всех языках стало принято восклицательный знак равно писать, но как-то так вышло, что когда разрабатывали луа, еще это не утвердилось, не устаканилось, и разработчик подумал, что вот так будет выглядеть логичнее, типа так написать. Это очень странно. И вот сейчас по-хорошему это бы отменить в языке, но ничего не сделаем. Оно сильно как накладывается на другие языки, потому что обычно вот это означает математически приблизительно равно. В других языках оно будет как-то там равно по ссылке, либо не равно по ссылке, что-то такое странное. Но вот в луа это то же самое, что не равно из C++. Вот такая штука. Ну придется привыкнуть, и все будет хорошо. Здесь на сайте включились лигатуры, поэтому у меня пишется вот так вот математически, но на самом деле это два знака, вот так что надо поменять на сайте. Лигатуры на сайте для обучения немного опасно использовать, люди могут не понять, что происходит. С каждым днем я найду вот этот знак. Вот это вот это вот что ли, но это не то. Окей, так, нам не нужно это сохранять. Закрываем sublime. Так, о счастье какое, тут есть булевые переменные, ну как и везде, кроме C. Да, в C нету булевых перемен, там нолик, единичка. А здесь true, false. Слава богу, их не нужно писать с большой буквы, то есть все совершенно легально. Если true, то вот так вот, классно. False то же самое. Так, как работать с циклами? Давайте я, наверное, может быть, что-нибудь позапускаю такое в отдельном файле. example.less.lua, сделаю файл, вот, для того, чтобы в нем запускать примеры конкретные. И открою терминал, в котором я смогу поменять размеры. Документы, ну как называется, game example. Опа, все отлично. У меня стоит еще интерпретатор лоа, который можно вот так вот запускать. Но это как бы не то, чтобы другой лоа, это лоа, который собран чисто как интерпретатор, специально, чтобы запускать лоа программы. Вот, возможно, лоа, который здесь, это не тот же самый, который в лав 2D встроен. Ну, да ладно. То есть я тут мог написать 1 плюс 2 и получить вот 3, как в питоне. Все классно. 1, 1 не равно 2, я сейчас получу. Что такое вообще unexpected символ? Так напишем, мы получим результат. 1 не равно 2. Классно. Теперь мы хотели какие-то циклы посмотреть. Давайте попробуем циклы сделать. Что тут делается? Это обычный цикл от 1 до 10. Давайте сделаем. Вот в C++ как мы писали. for int i равно 0 и меньше 10 и плюс плюс. Вот, так мы писали на C++. Теперь мы пишем на лоа. Выглядит будет вот так вот. for, как там было сказано, я забыл уже. И от 1 до 10, do. Типа делай, логично. print i. Все, вот так. Проверим, работает или нет. Лоа. Так, называется файл examples.lua. Подучи. Отлично, мы получили результат. Давайте я вот так вот сделаю, чтобы оно видно было, где пишут на экране. Класс. Так, можно еще добавить второй параметр. Вроде бы он отвечает за шаг. Это каждый второй сейчас будет объект. Правда. 1, 3, 5, 7, 9. Это то же самое, что если мы тут написали плюс равно 2. Классно, классно. А если в обратном порядке с 10 до 1 сработает? Давайте посмотрим. Вообще, ну-ка, что он говорит? А, нам говорят, шаг надо сделать минус 2. Тогда вроде должно заработать. Проверим. 10, 8, 6. Да. Так, а если я сделаю вот так вот? Да, он говорит, а шаг, пожалуйста, покажи. Слава богу, нам он подсказывает, что что-то пошло не так. Вот мне любопытно, будет ли ошибка какая-то? О, нам цикл не запустится, так как мы уже на 10. И последний элемент типа 1. По умолчанию шаг равен плюс 1, поэтому цикл не выполнится. Ничего не зациклится. А вот так работает. Все, классно. Огонь. Так. Нас интересует еще цикл, пробегающий по списку. Но для этого нам нужно было создать какой-нибудь список. Классно. Давайте тогда просто while посмотрим. While выглядит вот так. Точно так же, как обычно. То есть можно написать local i равно 10, while i больше нуля, делая print i. Ну и понятно, что i минус равно единице. О, господи, минус равно нельзя писать. Ну все, получается паскаль. Придется писать так. Ну справимся. Правда работает. Отлично. Можно ли не писать круглые скобки здесь? Можно. Отлично. Оптимизировали круглые скобки. Больше никакого мусора в коде. Идем дальше. Работа теперь, видимо, с массивами должна. Как создать список массив. Ивчики есть, форчики есть. Нужно работать с массивами. Как это делается здесь? Очень похоже на любой динамически типизированный язык. Просто пишите array равно и перечисляете объекты, которые вам нужно положить туда. Все объекты могут быть любых типов. Здесь нету как в C++, когда мы создавали, либо как в C, когда мы сказали, что у нас указатель на int. И дальше идет сырая память, и там лежат int типа, как бы. Либо указатели куда-то. Все. Либо как в C++, когда мы говорим, у нас есть вектор. Типизирую параметризованный t, допустим, вектор из intов. Все туда другое нельзя вставить. Если хотите складывать любые абсолютно типы, вы должны сами придумать какой-то вот тип any и его складывать. В lua все по умолчанию типа такое op на any, поэтому может лежать в массиве чего угодно. Так. Что-то веселого. Но похоже, как на C++, нужно в массив складывать объекты через фигурные скобочки. Давайте проверим. Так. Local r равно… Все супер. Окей. Вот эта штука есть. Теперь давайте проитерируемся, выведем на экран. Так. Какой там был пример? Можно итерироваться просто по номерам, как есть. Как мы это писали? И равно. И равно, давайте, от нуля до длина массива. Длина массива узнается с помощью специального ключевого символа решеточка, который выглядит вот так вот. Решеточка array. Do print array от i. Так. Давайте еще i выведем. Надеюсь, это работает. Сейчас посмотрим. Вот мы вывели нолик nil, единица 2. 2, 3, 4, 5, 6. Ну вот. То есть получается, что в луа массивы типа индексируются с единицы, а не с нуля. От этого могут некоторые алгоритмы как бы пострадать, которые мы писали с вами в прошлом семестре. Там многие алгоритмы начинаются с нуля, допустим. Вот здесь смещено оно, как в чем? В Pascal или нет? Где еще с единицы начинается итерация массивов? Там с нуля, да? В basic. Короче, вот где-то есть такое. У этого есть какое-то объяснение. Вот если почитать спецификацию языка, то есть если прям изучать луа глубоко. Но нам достаточно запомнить, что, видимо, придется итерироваться с единицы, чтобы было все хорошо. Дальше. Для того, чтобы не думать про индексы, тут есть специальные range-based форы, как и в C++. Только я забыл, как им пользоваться. Давайте посмотрим. Так. А, ну вот есть. Вот такой вот. И, в, in, и, pairs. Ну ладно. И, в, потом in, и, pairs. Array, do, print i, print i, v, end. Давайте посмотрим, что получится. То же самое? А, ну, предыдущий надо, типа, закомментировать кусочек кода. Ну да, смотрите. 1, 2, 3, 4, 5, 2, 5, 1, 3, 6. Функция e-pairs, господи, давай, отпусти меня. Она нам генерирует с вами последовательность какую-то, которую можно будет циклом for пробегать. Ну, так же, как в C++, когда мы с вами писали нечто подобное. Что там, for, after, i, двоеточие, там какой-то array. Вот. Это, в принципе, плюс-минус по потолоку такая же конструкция. Либо, как в Python, когда мы пишем for e-v in enumerate array. Вот. В Python мы бы писали вот таким вот образом. Типа тоже самое, плюс-минус по потолоку. Что вы будете выбирать в конкретный момент времени, не знаю. Мне вот это больше нравится, потому что здесь не приходится думать про индексы, они сами генерируются. Кроме того, эта конструкция вроде бы позволяет делать еще много веселых штук. Так, давайте дальше пойдем. У нас есть массивы. Нам еще обычно в прикладной области нужно что-то более прикольное. Это мапы. Ну, то, что в C++ назывался unordered map, либо ordered map, там, 3 map. Либо в JavaScript это объекты, или где-то еще, не знаю, словари в питоне. То же самое нам нужно. Как с ними работать? Типа это какая-то специальная ключевая слова или нет? Давайте посмотрим список. Взятие вставкового... А, господи. Да, я забыл сказать про вставку в массив. Ну, вот вставлять вот так. Есть специальный пакет типа table. У него есть функция insert, и мы сюда вставляем, вот, куда вставить объект. И тем самым его модифицируем. То есть тут типа нету, как в JavaScript, какой-то опешной штуки, что у array мы вызываем там что-то. Может, есть, но я не помню. Я не шарю. Вот так вставлять в массив. Вуаля, и у нас размер меняется, все правда. Удаление из массива происходит по индексу. То есть мы говорим, хотим удалить второй элемент и hop-a-b из черву. Все классно. И размер массива тоже изменился. Очень удобно. Вот, а теперь давайте создадим словарь. И тут мы узнаем нечто вообще просто крышесносное по поводу лоа. Мы можем сказать, что у нас есть local, там что, словарь я назвал? Ну, ладно, хорошо. И мы говорим, что ключом является, допустим, a, а значением будет являться 42. Работает? Работает. Сейчас, наверное, b равно 13, 31. Или нет? Или почему не работает? Ну, если там, там запятая стремится. Ну, да, 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 еще одна запятая должна быть. Неужели в этом проблема? Что? Так, сейчас случится раздупление. Не понял. А это почему работает? Ой, у нас еще и файл называется e-ampules, а не examples. Так, стоп. Оно же должно было работать. Я что-то перепутал? Да не может быть. Вот так же делается. Здесь сложно работать. Ну-ка, давайте посмотрим еще более большой туториал. и разберемся, как такое могло… Ну, вот, вот же все хорошо. Таблицы. Где? Таблицы. Ки-1, Ки-2. Ага. А что такое Ки-1? Где они его объявили? А, господи, боже мой, подождите. Да нет. Должно же было работать. То есть, получается, ключом ключ без кавычек рисуется. Потому что кавычки это делают строчка, получается. А ключом не должна была быть строчка, а должно было быть какое-то просто ключевое слово типа того. Ой, странно. Давайте напечатаем, что у нас лежит по ключу Ки-1. Т точка Ки-1. Ну, слава богу, так работает. Т точка Ки-2. Работает? У меня просто, видимо, случился JavaScript головного мозга. Ну, ладно. Value1 и false мы получили. Так, смогу ли я добавить еще один ключ? Точка, допустим, лол большими буквами равно кек. Так, ну, все хорошо. Print t точка лол большими буквами. Проверяем. Кек вывелся. Отлично. Все хорошо. Внимание, вопрос. А если я хочу с пробелом что-то туда добавить? Ну, типа, у меня ключ это сложная какая-то строка. Квадратные скобочки. Как так-то присвоить 42. Так работает? Так работает в квадратных скобочках. Пишем print. Сохранилось ли оно или нет. Т. Ой. Смотри, написал еще одну скобочку. Тык. Проверяем. 42 вывелось. Интересно. А если я хочу сразу же положить туда такую строчку? То есть я не могу написать вот так. Так, давайте попросим его отформатировать код. Тык. Тык. Ага, окей. Классно. А теперь напишу... Во, вот так нельзя делать. Типа, это строка. Любопытно. Литеральная нотация для любого значения ключа. Ааа, да ладно? Господи, боже мой. Вот так? Так, как минимум все работает. А теперь print t квадратные скобки. Вот эта штука. Да. Я узнал кое-что новое. В общем, если у нас просто строка без пробелов, без ничего, обычная, хорошая, то ее не надо писать как строку, просто пишем литерал вот такой вот. И все хорошо. Какая-то тема цветовая такая, что ничего не видно. Во, вот так будет круче. Вот, найс, отлично. Ки-1, ки-2. А если у нас какая-то строка странная, либо ключом является у таблицы какой-то объект странный, необычный, вот как здесь было написано в примерах, типа число float или какая-то другая таблица, то нам приходится писать квадратные скобочки. Ну, ладно, окей, справимся с этим, как-нибудь выживем. Вот такие фишки. Смотрите, в чем тут самый веселый эффект. В Lua не делают различия, ой, вот это вот массив, а вот это вот хешмапа, и они типа разные. Разработчик Lua был вообще прагматичен и знал, кто его целевая аудитория. Он говорит, есть таблицы. Все есть таблица, вообще все, что есть. У вас вот этот файл, который вы пишете, это по факту какая-то таблица, которая заполняется. Локальные перемены складываются в таблицу на самом деле. Вы можете из файла вернуть таблицу, и другой сможет подключить ваш файл как таблицу. Типа, получается, он подключил библиотеку вашу. Это просто гениально. Поэтому массивы, это тоже, где-то мы там с массивами работали, массивы, это тоже таблицы. Поэтому синтаксис для создания массивов такой же. И также используются фигурные скобочки, только здесь ключи не указываются, как у хеш-таблицы. Потому что просто-напросто массивы, это хеш-таблицы, ну, либо просто таблицу, которые ключами являются подряд 1, 2, 3, 4, 5. Вот. Ну, так, типа, вышло. Самое смешное, это вообще просто сейчас будет феерия приколов. Сейчас мы вот это вот закомментируем, наверное. Бум. Так. Local. Мы можем написать вот так, 1, 2, 3, 4, запятая, кей 1 равно, вот. У нас будет одновременно и список, массив, и словарь сразу же, потому что это все таблица. Но давайте задаемся вопросом, что будет, если мы проитерируемся по нему. Так. Как там было? E-pairs.tv. Do. Print. Что же нам выведут? 1, 2, 3, 4. А кей туда не попал. Вот. Потому что E-pairs итерируется строго по... Как по массиву, по таблице. Вот. Потому что тут написано, что i это будет integer именно. Для того, чтобы все это было. Вот. Так. Документация еще есть? О, классно. Тут можно прям высоко дедокументацию вызвать для луа сбоку. Вот это вообще пушка. Вот это класс. Do. Файл. Сэр. Что еще есть интересного? Так. E-pairs есть. Это важно. Мы проверили его. Вот. Файл. Вот. Стринг. Next. Это. Pairs. Давайте Pairs проверим, что делает Pairs. О. А если вызвать Pairs, то мы получаем вообще все, что лежит в нашей таблице. Видите, он еще внизу вывел вот так. Кедди. И вот эти объекты. Там просто мем заключается в том, что мы можем так. Один, два, три, четыре. Что я могу написать вроде бы сейчас. Так. Один, два, три, четыре. Пять равно пяти. Вот таким вот образом. И оно должно сработать. Пятерка появилась там внизу. Я могу сказать, что у меня и Pairs, и пятерка появится внизу. Потому что это то же самое. А здесь могло быть написано вот это вот. Тогда и Pairs не попадает, но в Pairs попадает. Вот оно внизу написано. Короче, все есть таблицы. Сваливайте в них просто все, что только можно. И будет счастье. Хотите массив, делайте вот так. Хотите не массив, делайте так. Теоретически можно сделать даже итерацию с нуля, но так не делают, так не носят. Что нам еще важно знать про язык? Таблицы есть. Таблицы есть. Вставлять всякие штуки можно. Удалять объекты тоже можно. Вот. А, ну да. И у таблиц фишка в том, что если можно так писать, а можно писать вот так вот. Это две абсолютно эквивалентные записи. И так как это получается эквивалентно, ой, вот это эквивалентно, что в квадратных скобочках писать, что через точку обращаться к полю, в принципе, так же и на C++ получается косвенно. Хотя нет. Нет, забыли у C++. Забыли с C++. Вот здесь, через точку. То как раз таблицы объединяют в какие-то модули, либо на них можно сделать OOP. В Lua нету понятия типа класса, либо интерфейса, как это принято. Ключевого слова такого нету. И все скажут, фу, зачем нам нужен язык программирования? Уже даже OOP нету. Как так на него писать? Но фишка в том, что Lua это, я не знаю, в моем представлении это один из наиболее OOP-шных языков. Так же, как JavaScript когда-то. В нем есть прототипное программирование, прототипное OOP. Вы можете крафтить OOP сами, как хотите, вообще полностью. Вот. И все концепции OOP как таковые можно соблюсти. Нам не нужны ключевые слова класса. Давайте я сейчас покажу типа OOP на коленке, который называется. Есть, я вот написал несколько способов, как делать OOP. Один способ это как бы мы делали OOP на C. Мы бы создали с вами структуру и сделали бы ворог функции, которые бы принимали на вход эту структуру. И мы бы ее просто называли бы этот аргумент self, либо this. или, ну, вот, вот таким образом. Но это вообще совсем неудобно этим пользоваться, потому что приходится много раз писать одно и то же. Типа player update P, player draw P. Вот. И нельзя цепочечно вызывать друг за дружкой функции. Некрасиво. Все стайли не будем делать. Вот. Так. Есть прототип на OOP на мета-таблицах. Это считается как бы правильным и дематическим OOP, вот как принято в ЛОА. Но оно может сначала в голову не заехать, и там мета-таблицы, они немного странные. Про них надо почитать и долго понимать, что происходит. Вот. Поэтому есть другой способ, как сделать OOP. Это на замыканиях. Так тоже принято делать, потому что это OOP прямое как-то буретка, и всем понятно, как оно работает. Работают они, но за счет того, что в ЛОА, так как это интерпретируемый язык, и он такой динамически классный, там все функции являются так называемые first class citizens. В том плане, что можно создавать функции на лету. Они, ну, на лету можно их создавать. Как в C++ можно лямбда-функции создавать на лету. И благодаря этому мы можем создавать функции, складывать их в переменные. И потом мы эти переменные можем сложить в таблицы, и вуаля, у нас получилась таблица с функциями какими-то, которые привязаны к чему-то. В данном случае сейчас сделаем вот этого игрока. Так, нам нужно для OOP что? Нам нужен какой-то объект. Объект это будет у нас таблица. В ней будут храниться все данные. Это естественно, понятно. Но нам для того, чтобы создать объект, нужен конструктор какой-то. Вот. Так как нет ключевого слова класс, нет внутренних конструкторов, нам нужно просто создать функцию, которая создает нам объект. Ой, меня это глючит с перехода с языка на язык. Так, вот у нас есть игрок. Мы можем ему передать как аргументы какие-нибудь начальные координаты, допустим, где он должен совпавниться. Вот. Дальше. Мы должны этого, у этого объекта есть некоторые данные, и мы можем их типа создать. LocalSelf назовем. Это будет вот эта таблица. Вот. В этой таблице у нас будут храниться координаты объекта. Получается, мы сможем self.x, это координаты x, self.y, координаты по оси y будут находиться у нас. Идем дальше. Наш игрок, у него должны быть какие-то методы update и draw, для того, чтобы мы его могли нарисовать и, допустим, обновлять в физике. Вот. Как мы это сделаем? Мы с вами просто-напросто скажем, что у нас есть local функция draw. Вот. И напишем function. Хопа. Функция draw. Так, это, наверное, лучше делать в другом файле, где у нас есть love2d, для того, чтобы мы сразу же нарисовали нашего персонажа. Так, классно. Для того, чтобы нарисовать персонажа, мы нарисуем просто прямоугольник. Graphics.draw. Ой, не draw, а rectangle. У нас будет квадрат бегать. Он будет заполнен. Так, и по координатам будет он находиться. По каким? Ну, понятно, по своим координатам. Self.x и self.y. Так, уходи. В чем подчеркивает? А, ну да, там больше аргументов надо. А еще для того, чтобы нам нарисовать объект, прямоугольник, нам нужно знать его размер, ширину и высоту. Мы можем это тоже хранить внутри нашего персонажа. Вот, в это будет там 64 и высота будет 128. Вот у нас будет такой персонаж. Так, self.v, self.h. Классно, вот. Функция draw у нас есть. Теперь мы можем персонажа двигать. Ну, точнее как, мы скажем, что наш персонаж на каждом кадре что-то делает, вот. Он это будет делать в некоторой функции update, которая будет вызываться на каждый кадр, чтобы там двигать его, допустим. Здесь можно написать логику, если нажата какая-то кнопка, тогда мы двигаем. Но здесь мы напишем обычно self.x присвоить self.x плюс там 10. Допустим, на каждый кадр он будет смещаться на 10 пикселей вправо. Классно. Вот. И теперь наша функция конструктор, которая создала объект, она вернет нам не вот это вот внутреннее состояние, мы его, вот эту функцию self, мы инкапсулировали внутри себя. Мы никого не допускаем к нее. Вот. Мы просто-напросто возвращаем только объект, который описывает поведение нашего игрока. Поэтому просто скажем return, ну, и тут draw равно draw, update равно update. Вот это два раза равно пишем, потому что это таблица. В этой таблице лежит два, две функции. Вот. Ключ у первой это draw, и это сама функция. И у второй ключ update, и это сама функция update. Можно было писать, насколько я знаю, вот так, но ой-ой-ой. Ну, это, ну, так, некрасиво, типа. Потом тут это все разрастается, там эти отступы превращаются в очень большие, поэтому обычно делают вот так аккуратненько. Вот. Смотрите, в данный момент времени что появилось? Local self — это приватная переменная self. Это состояние объекта. Вот эти две функции пока еще приватные. Вот. А теперь мы их делаем публичными. Мы можем создать еще одну функцию, которую внутри будем использовать, и просто ее не return, она будет приватная. Вот. Классно. Теперь мы создадим объект игрока. Вот так. Ну, что там? Давайте. Player… Ой, нет. Player присвоить player. Ну, и вначале он будет по координатам 0, по оси Y 100. Вот. Ну, сейчас нас будут ругать, что это глобальная переменная. О, господи, боже мой. Ладно, local пусть будет. Это будет переменная локальная в рамках этого модуля. Все. А теперь мы будем рисовать. Мы просто будем вызывать player.dra. Надеюсь, я ничего не напутал. Ну, вроде да. Вроде да. Ну, сейчас проверим. Так. Ой, какой лаввок за. Угу. Но у нас ничего не двигается. Почему? Потому что я никогда не вызываю функцию update у персонажа, но он нарисовался. Давайте вызовем update. Смотрите. Так принято в игровых движках разделять функцию рисования от функции обновления физики мира. Draw – это обычно обновление рисования именно. Оно должно вызываться там максимально быстро, чтобы делать там вам 60 фпсов, 120 фпсов или еще сколько там, 30. Вот. И функция рисования, она может немного плавать, типа фпс проседает. Вот. А функция физики, они обычно предполагаются, что будут выполняться максимально быстро и всегда с фиксированной скоростью и там временем. Типа всегда будет раз в сколько-то миллисекунд вызываться. Ой, это я неправильно. Как-то странно объяснил. Есть паттерны проектирования игр. И там объясняется, почему draw отделяется от апдейта. Обычно draw вызывается реже, чем апдейт физики. Потому что если у человека пролагала отрисовка на компьютере, то физика должна была выполниться в любом случае. Если мы пропустили какую-то отрисовку, то просто в следующий раз персонаж телепортируется куда-то. Но физически он не может телепортироваться. Надо было просчитать всю интерполяцию его перемещения. Поэтому это отделяют друг от дружки. Love update. Update. Окей, хорошо. Player.update. Ой, update. Посмотрим. Вжух. Он улетел. Но обещал вернуться. Помедленнее будем. Вот, двигается персонаж. Типа ок работает. Недостатки вот этого OOP только в том, что оно работает на замыканиях. Вот эта функция, вот эта вот функция, она замкнута относительно вот этого сколпа функции, функции плеер, конструктора. Вот. И живет только внутри нее. Не всегда это бывает удобно. И наше состояние, вот это self, оно всегда приватное. Его нужно как-то явно передать кому-то здесь через вот эту таблицу, которая возвращает состояние. Вот если вам нужно более классическое OOP, вот прям очень классическое, то это надо делать, как у меня было в примере выше, через мета таблицы. Вот здесь оно выглядит более обычно. Типа создается плеер, в нем хранится как структура все, состояние какое-то. Потом создается конструктор, вот он обычный конструктор, но в нем приходится делать некоторую магию на подмене мета таблиц. Ну а потом добавляются функции рисования draw и update. И функция self отправляется как бы неявно в эту функцию. Хотя видите, она не находится внутри вот конструктора и она не видит вот этого локального игрока. Это более гибкий подход, но этот подход тоже классный. Он более умный. Мне нравится больше, потому что он такой прям про суть OOP. Сам как хочешь, так и сделал. Вот так, что мы еще сделали? Все, отрисовывать можно. Мы, наверное, в Love 2D надо посмотреть нажатие на клавиатуру, чтобы вы поняли, что это работает. И все. Прямоугольники рисовать умеем? Можно их покрасить. Вот, можно сделать красненький квадратик. Красный. А все хорошо. С этим разберетесь. Так, теперь нажатие на клавиатуру. Скорее всего, функция update можно будет у Love 2D спрашивать, а какие у тебя нажаты кнопки. И в зависимости от этих кнопок делать действие. Давайте напишем простому. Если Love.input или Keyboard.isdown, типа нажата кнопочка, вот, тогда мы двигаем объект. А если не нажат, то мы не двигаем объект. Так, и что тут нужно писать? Написано, допустим, D. D нажата, тогда мы двигаемся вправо. Вот, а если нажата A, тогда мы двигаемся влево. Ну, так, рабочий-христианский. Можно сделать не через L за if. Вот это можно через L за if написать. Вот. Потому что если нажат вправо, то нет смысла проверять, нажата ли лево. Что если человек зажал две кнопки, у него не происходит вот такого дрожания, либо стояния на месте. Либо наоборот оставим это. Давайте посмотрим, как это работает. Запустилось. Опа, я нажимаю D, он двигается. Нажимаю A, двигается. Нажимаю два раза A и D, он двигается вправо. Потому что право приоритет. Давайте уберем L за if и сделаем просто через два if. Я предполагаю, что объект должен стоять на месте. Двигаемся туда, двигаемся туда. Вот, он стоит на месте. Ну, потому что мы прибавили и вычли сразу же. Вы сами выбираете, как вам нужно в игре, какое поведение сотворить. У этого подхода может быть проблема. Там написано D и A. Если я сейчас переключу раскладку на русский язык, то ничего не работает, конечно же. Вот именно поэтому в играх иногда или в программах, когда вы переключаете раскладку, хот-кей не работает. Ну, вот. Люди написали странно. Там есть другие штуки. Смотреть не кейборд из DAWN, а там кейкоды смотреть и именно спрашивать, нажата ли какая-то там другая штука. Я сейчас не вспомню. Можно прям забиндить, что VSD это именно вверх-вниз. И не важно, какая локаль включена у человека на компе, все будет хорошо. Потому что там скан-коды, клавиатуры используются, а не локали какие-то. Это я так, очень колхозно сделал проверку нажатия клавиатуры. Так, уходи. Так, окей. Значит, что у нас будет вот в первом задании? Ой, в первом задании, в первом задании. Где у нас было? Вот в этом. Коллизии, всякие А, Б, и точки. Можете поменять местами, потому что коллизии с кругами попроще. Мы с вами создадим сцену, ну просто вот этот main файл. В нем создадим кучу объектов. Вот таких вот псевдо-опешных прямоугольников, в которых есть позиция по оси XY и ширина высота. Вот. Мы их все бросим. И дальше создадим игрока, который тоже будет прямоугольником, понятно. Мы будем его двигать как-нибудь. И нам нужно будет те объекты, с кем он прямо сейчас пересекается. Мы будем их красить, допустим, в красный цвет. И тем самым мы покажем, что наша функция, которая определяет коллизии, работает. Да, можно. Там love audio и все. Там прям вообще огонь. Все работает. Так. То же самое проверим, что с точкой пересекается. Дальше добавим коллизии с кругами, что у нас часть объектов круги, часть прямоугольники. Какие-то будут треугольники. Вот. Жесть начнется, когда мы будем вращать прямоугольники. Потому что вращение, вращающиеся прямоугольники, это всегда трудно. Ну и треугольники тоже там чуть-чуть будет прикольно. Добавим еще пересечение с прямыми линиями, которые идут там в бесконечность, словно с отрезками. У меня где-то был пример. Я где-то делал скриншот смешной. Во, во, во. Так. Уходим. Вот. Вот такие нам нужно будет коллизии рассмотреть всякие разные. Будет, наверное, надеюсь, классно. Я там уже себе просто заготовки добавил, по которым подготовить материал. Вот. Обычно на Людом Даре, когда я делал игры, мне достаточно было только А, Б, Б коллизий. Вот. Для того, чтобы проверить, что два прямоугольника, которые параллельно осям, пересекаются. Вот. Но очевидно, что в играх разные бывают штуки. И часто мне нужны еще пересечения с прямыми линиями для того, чтобы делать рейкастинг. Либо, ну, не рейкастинг, а просто кастование лучей. Вот. Чтобы, например, понять, какой объект в поле видимости врага находится. Вот. И в какую сторону нужно идти. Вот это вот все необходимо быстро просчитывать. Либо, если вы делаете платформер, у вас персонаж подпрыгнул. Вот. И платформа непонятно где заканчивается. Надо скастовать луч в дно вниз и найти первый пересекающийся там прямоугольник. А если мы с ним пересекаемся, то вот мы на землю упали, допустим. А если там, не знаю, внизу какой-то поток воздуха, то мы подлетаем наверх. Такие дела. Вот. Что там еще веселого есть? С точками повозимся. А потом будет жесть. Это когда мы все пространство будем разбивать на части. Сейчас покажу. 2D bump library. Library. Чуть-чуть. Господи, пожалуйста. Почему я попал на Википедию? У них же был пример, или я перепутал это с чем-то. А, вот, вот, вот. А будет пример, где оно покажет? А, во, во, во. Видите? Там разбито все на какое-то... А, ничего не видно на экране. Ну, в общем, там все пространство разбито на какие-то квадраты, в рамках которых вы пересекаетесь, типа, с секторами мира, вот. А в этих секторах находятся объекты какие-то, и за счет этого получается сильное ускорение детекции коллизий. А можно еще пространство разбировать на сегменты и делать какое-нибудь КД дерево. Это как раз-таки в чем суть того, что мы делаем хоть и игру, но там в нем скрываются какие-то сложные вещи, типа вот таких вот, как пространство будет разбито на части, хотя, скорее всего, разбиение пространства на вот такие вот части у нас будет задачки с этим, с поиском картинок, потому что там то же самое нужно делать почти что. Только здесь у нас 2D случай, и мы будем с вами определять, пересекаются либо прямоугольники, круги, треугольники. А в поиске похожих картинок с нейросетками нам понадобится проверять, являются ли точки н-мерные в пространстве близко друг к другу, вот. И там тоже опять какая-то штука с тем, что мы находим окрестности вот рядышком. Ручше такой у нас план, и будем этому следовать. Так, давайте. Есть ли у вас какие-нибудь вопросы? До скольки у нас лекции? Точно. Еще 15 минут. Что мы с вами сделаем еще 15 минут? Давайте. Что вы хотите узнать про LOW2D и LOW? Как задний фон сделать? Допустим, вот у нас объект движется по нему, но нам нужен, допустим, какая-то земля, по которой он перемещается, чтобы он вниз не спускался. То есть нажимаем S, и вот ниже уровень он не спускается. Ограничение экрана. Да, да, да. Ограничение экрана и viewport. Типа, допустим, мы делаем игру а-ля там в Empire Survival, когда мы в центре всегда находимся, двигаемся. Типа, игрок двигается, но на самом деле выглядит так, как будто бы он в центре, допустим. И весь мир вокруг него двигается, в том числе трава, которая на полу. Вот. Это вот можно делать через viewport. Если нам просто нужно, как сейчас, здесь запускать квадрат, чтобы он не уехал влево, то это, конечно, делается очень просто. Мы с вами в данный момент, когда просчитываем движение, вот, потом проверяем, если у нас координаты по оси x меньше либо равно, чем 0, тогда мы говорим, что self x равно 0, вот. И тем самым мы его вернули обратно, где он был. И поэтому теперь, если я иду туда, у меня не получается воткнуться в то место. Если нужно ограничить его сверху и снизу, то также добавляется несколько каифов, которые его ограничивают в пространстве. Все, мы его загнали в бокс. Когда объект выходит за рамки экрана, вот я уберу вот эту сейчас штуку. У нас не случается никакого секфолта, потому что мы выходим за границы диапазона. Просто наш объект находится в координатах отрицательных. Мы, когда просим его нарисовать, движок смотрит. О, я хочу нарисовать объект. Координаты объекта минус 100, минус 200. Он не попадает в viewport. Я тогда даже не вызываю, ну, отрисовку. Либо я вызываю отрисовку, но вот такую вот обрезанную, что у нас часть объекта там находится. А, ну, ладно, давайте я покажу тогда одну из самых таких сложных, странных, непонятных штук, которые здесь есть в отрисовке в Love2D. Это трансформации объектов всякие разные. Так, насколько я помню, у них это написано в примере или нет? Или бы, нет, сейчас, графика. Да, давайте вот это скажем. Короче, получается сумбурно все, как обычно у меня. Ладно. Короче, у нас канвас, и у него есть, понятно, x, y. Только в математике мы привыкли, что у нас y растет наверх, ну, а x справа. А в игровых движках обычно, наоборот, y растет вниз, ну, а x справа, как обычно. И левый верхний угол — это 0,0. Слава богу, если так, может оказаться смешной ситуацией, что у вас, допустим, фигуры, шейп, ну, типа прямоугольники рисуются вниз, а текстуры рисуются наверх. Но тут этого нету, тут вроде более-менее все нормализовано. Когда вы рисуете прямоугольник, его центром, ну, не центром, а оригином, как это по-русски, исходной точкой, не знаю, вот его именно координаты являются, левый верхний угол, у текстур тоже левый верхний угол. Поэтому, когда мы здесь запускаем объект, вот 0 — это как раз-таки левый верхний угол по оси x, и вот этот y тоже здесь находится. Часто очень нужно, чтобы у нас как бы x, y объекта совпадал с центром нашего прямоугольника, либо с центром нашей текстуры. Вот там придется, типа, поприседать и подумать, как это сделать. Обычно это нужно, когда мы делаем вращение объекта. Вот, мы хотим, чтобы объект вращался вокруг своего центра. Сейчас мы посмотрим, как будет здесь с прямоугольником вращения, если я захочу его повращать. Давайте, у функции rectangle, а, у функции rectangle нету аргумента, типа, поворот. Как нам тогда повернуть объект? Для этого придется поменять состояние канваса, где мы сейчас будем рисовать. Вот, это такой подход, олдскульный в графике, когда у нас вся графическая система — это некоторое глобальное состояние, которое мы за счет вызовов, типа, рисую текстуру, рисую прямоугольник, меняем. И когда мы поменяли цвет у объекта, я тоже сказал lovegraphics.set.color что-то. Они передали сюда как аргумент функции. Так, сейчас, вот вроде бы здесь было объяснение этой штуки или нет. Сейчас посмотрим. Если нет, то тогда черт с ним. Документация. Фичи. Чуть шутын. Нет, матрицы. А, ну вот да. Тут показано, как объекты меняются. И про то, что это все матрицы трансформации. Вот сейчас у нас будет такой же эффект, когда мы повернем объект. Ладно, тут не подходит. Короче, поворачиваем объект. Как повернуть? Мы говорим, что мы сейчас будем вращать все место, где мы рисуем. То есть выглядит следующим образом. У меня в руке пульт. Это вот мой прямоугольник, который я хочу положить на канвас. В данный момент времени, когда я говорю нарисовать его в координатах 0,0, он положится вот сюда. Потому что это 0,0 и вот это 0,0. Они вот так положатся друг на дружку. Вот. X равный 100, Y равный там 200. Я его положу сюда. Как мне его повернуть, вот этот объект? Ректангл нельзя повернуть. У него нет аргумента поворота. Я вместо этого поверну парту для того, чтобы положить на повернутую парту объект. А потом верну парту в обратное исходное состояние. То есть делается все вот так странно очень. Вращается канвас, на котором все происходит. Вот. Я сейчас буду говорить rotate. Так. И функция rotate принимает на вход угол в радианах. Давайте. Если я хочу повернуть на 30 градусов, то как 30 градусов превратить в радиану? Давайте. Правильный ответ. Использовать функцию, которая превращает углы в радианы. Но можно еще подумать, поделить на 180 и умножить на π. Потому что π это 180 градусов. Поэтому, чтобы 180 превратить в π, мы 180 делим на 180 и умножаем на π. 90 это π пополам. Ну и так далее. Но есть функция mass.rad и 30. И у нас объект повернется. О, господи, сейчас посмотрим, какой спецфект у нас получится. Это всегда очень так. Надо его как-то сместить по оси x, чтобы он был где-нибудь, ну там. Вон, поближе к центру. Вот. Объект вот так вот жмыхнуло. На 30 градусов. Но это выглядит не так, как мы хотели, наверное. Потому что мы типа повернули. Смотрите, я думал, я возьму объект, я его хочу повернуть вот так вот и положить сюда. Красиво. А у меня получилось следующее. Я типа повернул весь мир на 30 градусов и положил. А, у меня вот так пульт, да? Я повернул весь мир на 30 градусов и положил. А, кстати, нет, получилось так, как надо. Только центр вращения у этого объекта оказался где-то непонятно где вообще. То есть центр вращения, это был центр вращения конваса. Вот с этими вещами надо будет просто разобраться. Я скину там, как это делается. Но смысл в том, что можно делать вот так. Вместо того, чтобы говорить, где у нас расположен прямоугольник, прямо на повернутом пространстве, вот, мы говорим, что прямоугольник рисуется у нас в координатах 0,0, но мы просто все пространство смещаем на какую-то позицию. Love Graphics, Translate, Translate, Self.x, Self.y. Вот так что получится. Немного по-другому все выглядит. Но у этого есть свои плюсы. Надо, наверное, было еще нарисовать квадрат, который неправильно нарисовал. Так. Но самое смешное следующее, что если я захочу нарисовать еще рядышком другой прямоугольник, уже не повернутый, то он будет тоже повернутый. Вот видите, он повернут в том числе. Немного не классно. Вот. Я не хотел, чтобы он был повернут, но я здесь вызвал функцию Rotate, и она повернула весь конвас, которым я хочу рисовать. Для того, чтобы этого не было, нужно вызывать функцию сохранения, типа, состояния конваса, потом мы его двигаем, потом возвращаемся в обратное состояние. Для этого делается Love Graphics.push, сохраняется состояние, и потом в тот момент, когда мы все доделали, поп, типа стэк. Мы на стэк накладываем какие-то команды, потом их снимаем со стэка, модификации пространства. Хопа, и вот, видите, уже работает. И самое смешное следующее. Если я здесь, ну, да, 20-20 координаты, это координаты уже относительно начала конваса. А здесь этот объект, который повернутый, мы рисовали же в координатах 0,0, но он сместился. Почему? Потому что мы вызвали translate. Вот там такие фишки. Это все чисто вот эта компьютерная графика и отображение. Оно немножко странное, но самое забавное, что если вы будете заниматься версткой, ну, типа, на джава скрипте, на CSS, вот этой всей штуке, в CSS есть вот эти команды translate, rotator, которые делают. Если вы захотите сделать на CSS анимации красивые, вы вот это изучите, у вас будут абсолютно такие же приколы там. Вот. Это общепринятая вещь. Так что, ну, это не прикол именно Love2D, который что-то не умеет делать. По-взрослому. Так везде сделано. Вот. Так. И поэтому, если вы захотите делать какую-то подложку, вы обычно просто берете и говорите, LoveGraphics, рисуй мне текстуру внизу какого-то размера. Там функция draw есть, которая это делает. Если вы хотите, чтобы у вас двигался, объект стоял на месте, но он перемещался как бы, а менялся весь мир. Ладно, про viewport не буду говорить. Если вы хотите, чтобы двигалась там трава, вы просто траву двигаете относительно экрана. Тогда она будет перемещаться. Вот. Если вы хотите, чтобы у вас был viewport, то вам понадобится специальный, типа, объект viewport, в который вы складываете объекты, и при перемещении вашего персонажа у вас там viewport двигается. И он понимает, какую часть, типа, текстуры большой травы нужно рисовать. И какие объекты в него попадают. Ну, это я просто скину. Мы это со школьниками взяли, встали у доски, нарисовали мир, нарисовали viewport, поняли, как это делается. Написали эти 10 строчек несчастных, которые все двигают. Это не так страшно, как кажется. Возможно, у меня даже на GitHub это лежит. Вот. И, наверное, все примеры из ноу-поиска я могу скинуть где-то. Viewport example. Вот. Есть понятие viewport. Это то, что мы видим на экране. Вот. Вначале мы находимся в координатах 0.0, ширина высота 800-600. Ну, понятно, экрана. Вот. У нас дальше есть игрок. Игрок находится где-то в мире по координатам 50-60. У нас есть враги, которые находятся где-то в мире. Вот. Дальше мы, когда загружаем нашу игру, мы говорим, что viewport на самом деле находится в том месте, где центр игрока. Ну, и центр viewport находится в месте, где центр игрока. Поэтому здесь вычитается половина экрана. Не суть. Теперь у нас на доске... Я могу нарисовать вам сейчас по-быстрому. Выглядит вот так. Это весь мир большой. Вот. Игрок где-то находится здесь. И здесь какие-нибудь злые враги. Вот. Но весь мир у нас там какие-нибудь 10 тысяч пикселей на 8 тысяч пикселей, допустим. А viewport у нас небольшой. Вот. Он вот здесь вот находится. Вот. Это то, что мы видим на экране. Теперь, когда у нас будет двигаться персонаж, вот этот viewport должен двигаться тоже. И так как они будут двигаться с одинаковой скоростью, будет получаться эффект, как будто бы игрок стоит в центре экрана. Вот. А viewport двигается. Можно сделать там всякие приколы. Когда у нас персонаж подходит к краю экрана, мы не позволяем viewport уходить за край мира. Вот. И тогда будет эффект, когда персонаж может идти влево дальше, до края экрана. Вот. И он будет перемещаться. Он не будет уже в центре находиться. Когда он вернется обратно до центра экрана, опять он будет перемещаться вместе с viewport. Вот. Это вот такой вот эффект. И если враги перемещаются сами и внезапно случайно попали во viewport, их нарисуют, потому что они попадут в эту область отрисовки. Как это делается? Вот. И вообще просто. Персонаж двигается с какой-то скоростью. И мы двигаем с точно такой же скоростью viewport. Все. Вот. Дальше. Теперь, когда мы рисуем объекты, мы все объекты должны сместить на координаты viewport. Вот. Player X минус viewport X. Так как у них координаты одинаковые со смещением на центр экрана, игрок будет в центре экрана. Вот. И все враги тоже будут смещены относительно viewport. Вот как раз-то здесь сделано. Их... Эта функция... Не функция, а вот это вычитание. Вот эти два вычитания. Это процедура, которая преобразует мировые координаты объекта, это секл X и Y, в координаты экрана. Вот и все. Ну, а потом они рисуются, если они попали в viewport графики, в экран, в канвас. Тогда их нарисуют. Все, вот. И типа 40 строчек, пример готов с viewport. В более серьезных фреймворках добавляют специальное понятие, типа как камера. Потому что мы сейчас изобрели костыль на камеру. Вот. Камеры можно прикреплять к объектам, камеры двигаются и смотрят, что они показывают. Вот. Типа того. В Love 2D, я не помню, есть камера или нет, но можно создать. Вот вообще огнище. Позанимаемся этим первым семестром. Во второй семестр будет у нас маленькое интро в машинное обучение. Я вам расскажу то, что нужно знать про него. Вот. Все. Если вам интересен геймдев, я скинул в чат ВК. Можете приходить на игровые четверги в точке пения по четвергам в 6.30. Вот. Либо смотреть на YouTube записи, которые я скидываю тоже оттуда. Такие пироги.